Доброго утра всем, кто начинает день с Первым Приднестровским. В эфире ежедневная бодрящая программа «Утренний кофе». И мы, Лидия Салкутсан, и Николай Штанский, знаем, как сделать утро добрым и позитивным. Сегодня мы сделаем зарядку, приготовим вкусный завтрак. Поговорим с интересным гостем, послушаем музыку, посмотрим мультфильм. В общем, в ближайший час постараемся зарядить вас хорошим настроением на весь день. Доброе утро! Ты знаешь, меня иногда с утра посещают очень странные философские размышления. Только ты не пугайся. Ты о чем? Ну вот, например, ты никогда не пробовал делать несколько действий одновременно? В смысле? Ну вот, например, делать утреннюю зарядку и при этом одновременно отправлять СМС-сообщения о родителям, друзьям, родственникам, любимым, ну неважно кому. Никогда не пробовал, но понимаю, что ты говоришь о СМС-сообщениях на наш короткий номер 123. Именно. И весь многонациональный народ Приднестровья смог бы тогда оценить твой талант делать несколько действий одновременно? Главное помнить, что приветы, поздравления и пожелания не должны быть оскорбительными и нецензурными. Ну что, доставай телефон, попробую? Ну давай. Значит, ты делаешь зарядку, а я пока пару приветов отправлю. Доброе утро всем. Я приветствую всех, кто следит за своим здоровьем, занимается спортом. Сегодня я предлагаю вам поработать на мышцы рук и груди. Для этого мы опускаемся на широкие руки и будем делать наши обычные отжимания. На коленях это более упрощенный вариант. Если у вас есть возможность, вы тоже самое будете делать на прямых ножках. Но это для более продвинутого уровня. Я буду объяснять все на коленях, чтобы немножечко лучше объяснить вам технику. Руки должны быть очень широкие для того, чтобы включилась мышца, чтобы работали мышцы груди. И опускаемся вниз, поднимаемся вверх на выдохе. Опускаемся вниз, вверх на выдохе. Постарайтесь опуститься очень глубоко и коснуться грудью пола. Таз должен быть зажат, спина ровная. Взгляд немножечко вперед. Делаем 10 отжиманий. Вниз вдох, вверх выдох. Еще раз вниз вдох, вверх выдох. И последний раз мы задержали себя и расслабились. Отдыхаем. Следующее упражнение тоже мы будем отжиматься, только уже на узких руках. Здесь будет работать трицепс, поэтому мы стараемся опускаться вниз и прижимать локти к корпусу. Локти должны уходить четко назад. Не даем локтям расходиться в сторону. Корпус также ровный. Таз немножечко зажат, взгляд вперед. Поехали. Вниз вдох, вверх выдох. Стараемся опуститься глубоко. Вверх выдох, вниз вдох, вверх выдох. Делаем тоже 10 раз. Последний раз мы себя задерживаем. Делаем вдох и расслабляемся, выдох. Прямые руки, вытягиваем корпус. Вытягиваем руки, расслабляемся. И следующее упражнение мы начинаем с положения на локтях. Прямые ножки, колени ровные, таз себя зажат. И мы начинаем работать с правой руки. Поднимаем себя на прямые руки и опускаемся вниз. Постарайтесь, чтобы корпус у вас не переваливался. Удерживать себя в одном положении. Делаем 10 раз на одну руку и немножечко отдыхаем. То же самое начинаем делать с левой руки вниз-вверх. Полностью выпрямляем руки. Тоже делаем 10 раз. И расслабляемся. Постояли немножко, подышали. Ровный корпус, таз в себя, спина не прогибается. Хорошо, расслабились. Руки возле груди делаем вдох. И выдох. Полностью вытянули весь корпус, руки расслаблены. Можно руки немножечко стряхнуть. Делаем глубокий вдох. И выдох. Я надеюсь, эти упражнения помогут вам. И вы будете целый день чувствовать себя энергичным. Я желаю вам приятного дня. Ты не поверишь, но мне вчера так захотелось абрикосов. Вкусных, таких сочных. Такое напоминание о лете, о солнце. Так надо было мне позвонить, я бы тебе с утра привез вкусное абрикосовое варенье. Моя мама его очень вкусно варит. Но это пришлось бы ждать до утра. А так я выкрутилась проще. Купила большой пакет кураги и съела все сама. Ой, я тоже люблю сушеный абрикос. Ну, прости, в тот момент я о тебе не подумала. Эгоистка. Бывает. Ну, а если серьезно, курага ведь не только вкусный, но еще очень полезный сухофрукт. Она богата солями калия, сахарозой, лимонной, никотиновой, салициловой, другими органическими кислотами, микроэлементами, витаминами С, В1, В2, П, железо, медь. Ну, в общем, очень полезно. Ну, ты, как всегда, все обо всем знаешь. О полезных свойствах не только кураги, но и других сушеных фруктов – следующий сюжет. В холодное время года наш организм особенно остро испытывает недостаток витаминов. Свежих фруктов становится меньше, и, соответственно, пополнить запасы полезных веществ становится все сложнее. Однако есть замечательная альтернатива свежим плодам. Речь идет о сухофруктах. Они сохраняют все полезные свойства свежих фруктов. Таким образом, у нас есть возможность получать витамины круглый год. Можно сказать, что сухофрукты представляют собой концентрат полезных веществ, а именно содержат большое количество минералов, таких как калий, магний, кальций, фосфор, железо. Кроме того, содержат большое количество витаминов, такие как витамины группы А, которые очень полезны для зрения, и витамины группы В, полезные для нервной системы. Курага или сушеные абрикосы укрепят зрение, помогут при анемии. Изюм и чернослив советуют при желудочных заболеваниях и для повышения гемоглобина. Инжир улучшает функции щитовидной железы. Сухофрукты из груш и яблок употребляют в виде компота при заболевании почек и печени, а также при гастрите и других желудочных расстройствах. Фрукты не противопоказаны, в общем-то, ни каким категориям людей. Кроме того, они полезны для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, но не в момент обострения хронических заболеваний. То есть они противопоказаны при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, колит. Кроме того, они могут быть полезны в туристических походах, в тех ситуациях, когда нужно легко и быстро утолить голод. В кулинарию сушеные фрукты добавляют в выпечку сухие завтраки, мюсли, сладости. Из них получаются полезные вкусные компоты. Достаточно залить их кипятком и закрыть плотно крышкой, после чего они станут мягкими и отдадут все свои питательные вещества. Употребляя сухофрукты и блюда, приготовленные с их добавлением, можно не только восполнить дефицит энергии, но и оздоровить свой организм. Поэтому смело добавляйте их в свой рацион и будьте здоровы! А теперь для тех, кто любит порадовать себя и своих близких вкусными завтраками. И не только завтраками. Доставайте блокнот и берите ручки. Впереди наша ежедневная рубрика «Как быстро и вкусно приготовить что-нибудь легкое и полезное». А если вы не успеете записать, не расстраивайтесь. На сайте Первого Приднестровского есть все выпуски программы. Там-то и можно будет посмотреть рецепт дня. А также получить много другой полезной и интересной информации. Доброе утро! Это «Легкий завтрак» на Первом Приднестровском. И сегодня мы пожарим с вами самые вкусные в мире блины. Для этого мне понадобится какао, мука, яйцо. Для начинки мне понадобится курага, изюм, яблоко. Примерно стакан муки. Три яйца. Щепотку соли и немного сахара. Чуть-чуть молока для того, чтобы тесто вымешалось. Вот это та консистенция, которая нам нужна. Так, теперь я добавлю туда немного растопленного шоколада. И совсем чуть-чуть какао. Для того, чтобы тесто было ароматное, я добавлю туда где-то две капли ванильного экстракта. Теперь в тесто я вылью растопленное сливочное масло. Приступим к жарению наших блинов. Итак, блины мы уже поджарили. Теперь нужно сделать очень вкусную для них начинку. Для этого мне понадобится немного кураги, изюма и одно яблоко. Яблоко я очищу от кожуры и нарежу его мелким кубиком. Так, нарезанные яблоки я буду заворачивать в блины и аккуратно укладывать их на противень. Много не надо, достаточно так. В эти блины можно заворачивать не только яблоко. Я заверну туда и курагу, и изюм. Вы можете использовать любую начинку. И творог, можно и с маком их делать. Различные начинки, которые только вы можете придумать. После того, как вы завернете туда начинку, минут 15 подержите их в духовке. Вот такие кулинарные шедевры вы можете сделать у себя дома из самых обычных продуктов. Будьте здоровы! Хорошо, что выпускают такие интересные мультфильмы. Пока родители собираются на работу, маленький наследник смотрит телевизор и не путается ни у кого под ногами. Всем хорошо. Это точно. Хороший мультфильм утром или перед сном – радость не только для ребенка, но, наверное, в большей степени и для родителей. Есть время заняться своими делами. Однако меня пугает, что в некоторых современных семьях мамы и папы так заняты, что не уделяют должного внимания своим детям и перекладывают весь процесс воспитания именно на телевизор. Да, а потом удивляются, откуда в доме чужие игрушки. Игрушки? Ну, сейчас поймешь. А в нашей программе рубрика «На заметку родителям». Вы заметили дома игрушки, которые не покупали и не дарили своему малышу, а он на ваш вопрос лишь вопросительно пожимает плечами? Не расстраивайтесь, это еще не катастрофа. У дошкольников, как правило, еще не сформировано нравственное понимание свое или чужое. Ребенок, когда видит что-то ему интересующее, так как он ведет себя непосредственно, он не думает о последствиях, не думает о том, хорошо это или плохо, он берет то, что ему интересно, или стремится обладать тем, что ему интересно. Все дети через это проходят. Да и вы наверняка тоже в его возрасте хотели присвоить чужую вещь. Просто скажите твердо, что знаете, где он это взял и заставьте вернуть чужое. Родители должны объяснить ребенку и даже формировать у него адекватное отношение к своим вещам и к чужим вещам. Как правило, родители очень негативно реагируют на эту ситуацию, устраивают скандалы, пугают тюрьмой и так далее. Это тоже не есть правильно, потому что ребенок понимает бессмысленность всего. Дети в 5-6 лет сейчас достаточно умные и интеллектуально развитые, и они понимают, что мама все преувеличивает. Важно объяснять ребенку и формировать у него адекватное отношение к этим вещам. Нужно приводить обязательно примеры, вспомнить какой-то случай из его жизни, когда его игрушку, допустим, украли на площадке, как ему было тяжело и больно. Если ребенок достаточно мал, можно, например, придумать сказку о том, что Мишка будет плакать от того, что его забрали у хозяина и очень хочет домой. Запреты здесь бесполезны. Ребенок уже старше 5 лет, и у него продолжается эта тенденция. Это уже тревожный симптом, который в дальнейшем может перерасти в клиптоманию или в воровство и кражи. Поэтому здесь уже следует обратить внимание, и спускать на самотек нельзя. В этом случае обязательно нужно найти причину. Может, ваш ребенок завидует тому, что у него нет этой вещи? Если есть возможность, купите ему ее. Но что, если финансовый достаток не позволяет этого сделать? Здесь нужно объяснять ребенку, почему нет возможности купить такую игрушку или почему не нужно ее покупать, допустим, показать ее бессмысльность, бесполезность, в конце концов, вредность для здоровья. Нет необходимости угрожать, пугать и стыдить. Этим вы добьетесь только того, что маленький воришка будет бояться попасться и станет все скрывать от вас. Важно с ребенком, начиная с 5-летнего возраста, общаться, если не на равных, то, по крайней мере, близко. То есть не отмахиваться от него. Вырастешь, узнаешь, тебе не надо этого знать. Только разговаривая со своим чадом и объясняя, почему нужно поступать так, а не иначе, вы сформируете у него возможность критично оценивать свои поступки. Возможно, ему просто не хватает вашего внимания. Все говорят о том, что пища должна быть полезной, а не только вкусной. Ой, это вечная проблема. Все вкусное вредно, а все полезное невкусно. Ну, а бывает, что вроде и вкусно, и не вредно, но абсолютно бесполезно. Как это? Бывают бесполезные продукты? Бывают. Вот, например, йогурты. Они же хранятся по несколько месяцев, а значит, в них много консервантов, которые убивают все живое, включая лактобактерии. А значит, есть йогурты с большим сроком годности, конечно, вкусно, но абсолютно бесполезно. О полезных и бесполезных продуктах наш сюжет. Выбирая продукты питания, прежде всего мы ориентируемся на составляющие, указанные на этикетке, качество, внешний вид и, конечно же, немаловажную роль играет цена. Но часто мы забываем об их полезных свойствах. Сейчас все чаще в рекламных роликах можно увидеть хорошо разрекламированный йогурт, мюсли или соки. Давайте же разберемся, что действительно приносит пользу организму, а что просто доставляет удовольствие нашим вкусовым рецепторам. Все продукты можно разделить на две большие категории. Одна из них – это польза которых неоспорима. Сюда можно отнести свежие фрукты и овощи. Другая группа продуктов все-таки остается у нас под вопросом. То есть есть здесь и полезные свойства, есть и, скажем так, бесполезные, в некоторых случаях даже и вредные. Давайте рассмотрим каждое из них в отдельности. К примеру, мюсли – каша быстрого приготовления с различными добавками. Но ведь настоящая каша готовится отнюдь не за минуту. Кроме этого, в ней должны присутствовать важные вещества и элементы для организма. Как ни странно, но от этого мюсли не теряют своих полезных качеств. Напротив. Определенная польза, несомненно, есть. Во-первых, это улучшение работы желудочно-кишечного тракта, это большое количество витаминов и минералов. Но минусы какие? Это малое содержание аскорбиновой кислоты или витамина С, который крайне необходим для организма. Кроме того, все-таки некоторые добавки в виде меда или шоколада будут приводить к тому, что избыточное употребление сладкого, избыточный вес и так далее. Кроме того, противопоказаны пациентам с сахарным диабетом в большом количестве. Многие не могут представить свое утро без привычной чашечки сладкого чая или кофе. Несмотря на то, что этот сладкий песок изготавливается из живых продуктов, свеклы и сахарного тростника, естественного в нем практически ничего не остается. Поэтому пользы от него уж точно никакой нет. Как бы ни наоборот. Сахар такой продукт достаточно коварный. Здесь достаточно много минусов, больше, чем плюсов. А именно, какие минусы? Во-первых, это нарушение микрофлоры ротовой полости, что будет способствовать развитию кариеса. Кроме того, избыточное употребление сладкого будет приводить к избыточной массе тела, к ожирению. Кроме того, учитывая высокий риск развития сахарного диабета, опять же, избыточное употребление сладкого должно быть ограничено. А вот этот продукт прописывают даже врачи, убеждая, что полезные бактерии помогают правильно работать нашему желудку. И они правы. Но только если это действительно натуральный йогурт. Йогурты достаточно полезный продукт, но если речь идет о натуральных йогуртах, именно те, которые имеют небольшой срок хранения, потому что именно в них содержится большое количество полезных бактерий, лактобактерий, которые помогают, во-первых, ферментировать молочный сахар, лактозу, кроме того, они улучшают биоциноз кишечника. Так что старайтесь при выборе продуктов питания для своей семьи обращать внимание еще и на этот немаловажный аспект. Вчера мне знакомая предложила купить у нее щенка. Такого маленького, пушистого. Теперь вот не знаю, что делать, брать или не брать. Какой породы? Кокер-спаниель. Вот у тебя ведь есть собака, может, посоветуешь? Ну, у меня, если ты помнишь, не кокер-спаниель, но в породах немножко разбираюсь. Они, конечно, кокеры смешные, маленькие, шустрые, резвые, но женщины любят полаять. Соседи мне этого явно не простят. Но когда они увидят этого пушистого, ушастого красавца с печальными глазами, я думаю, простят тебе все. Статный, несколько неприступный, консервативный. Словом, английский лорд. Если бы данное понятие распространялось кроме человека еще и на собак, то про такую породу, как английский кокер-спаниель, можно было бы именно так и сказать. Впрочем, это только если говорить о внешних данных. В остальном же, в частности, поведении, эти собаки ведут себя словно щенки в любом возрасте. Они предельно добродушны и игривы. Им нужны постоянное внимание и ласка. Без них они просто не могут жить. Это не обязательно кто-то один из членов семьи. Собака любит всех. Это настоящий компаньон, настоящая душа компании, душа семьи. Но они очень требуют к себе внимания. Веселый нрав этого пса будет всегда радовать его хозяев. Ему нет необходимости жить только в просторных условиях. Но все-таки природная активность дает о себе знать. И если обстоятельства сложились так, что английский кокер-спаниель вынужден жить в квартире, его нужно как можно чаще выводить на свежий воздух и давать ему возможность вдоволь набегаться, напрыгаться и наиграться. Так как собака требует выброса энергии, и для того, чтобы она не оставляла свою энергию на ваших обоях, диванах и каких-то других вещах, все-таки нужно с ними гулять. Гулять желательно хотя бы раза три в день. Ухаживать за ним нужно старательно, соблюдая ежедневный график вычесывания шерсти и чистки ушей. Если недостаточно тщательно следить, могут появиться серьезные проблемы со здоровьем. Пожилые уши – это их самый уязвимый орган. К сожалению, из-за строения ушной раковины, она прикрыта ушным полотном, поэтому она не проветривается. И эти собаки склонны к ушным заболеваниям, к отитам, к хроническим отитам. Для этого нужен постоянный уход за ушной раковиной. То есть, в принципе, это можно делать самому дома. Конечно же, перед этим обратиться к специалисту, чтобы он объяснил, как это все делается. Вы не сумеете найти более преданного и ласкового друга для совместной жизни, чем этот беззаботный пес. Он обожает детей, легко поддается дрессуре, непривередлив в еде, абсолютно миролюбив и добродушен. Словом, собака для семьи. Юность – самое подходящее время для экспериментов с макияжем. В этом возрасте многие девушки либо вообще не пользуются косметикой, либо пользуются, но не совсем умело. Во все времена цель косметики – придать лицу свежести и молодости. Злоупотребляя ею, вы рискуете оказаться на лет 10 старше. Во всем нужно чувствовать и знать золотую середину. И о том, как это делать правильно, как найти этот баланс, мы сегодня решили поговорить с нашей гостьей. Это профессиональный визажист Елена. Доброе утро. Доброе утро. Многие родители запрещают, я знаю, что многие родители запрещают своим дочерям пользоваться косметикой. Вот насколько это правильно? Да, действительно, многие родители запрещают дочерям пользоваться косметикой, но это не совсем корректно. Ведь девушка в любом случае будет пользоваться косметикой. И уж лучше, если родители этот момент проконтролируют и вовремя дадут нужную информацию. А еще лучше, если мама покажет и научит, как нужно пользоваться косметикой. Ну или обратятся к специалисту, нежели девушка сама с помощью подружек или еще кого-то будет экспериментировать. Ну а если она в школу ходит, в школу можно приходить накрашенными? В мое время, я помню, запрещали учителя, прям с уроков выгоняли девчонок, а сейчас как? Да, действительно, в школу не рекомендуется пользоваться косметикой, потому что это все-таки школа. А лучшая красота в юном возрасте – это ухоженная красивая внешность. Ну хорошо, помимо школы, если девушка хочет выйти на вечеринку, пойти на свидание в кино, в кафе с подружками, неважно, она хочет легкий макияж нанести, есть ли какие-то секреты профессиональные? Ну конечно, для более яркого вечернего макияжа здесь запускается, то есть девушкам от 15 лет делать более яркий, насыщенный образ. Однако, надо быть осторожным, чтобы не переборщить. То есть здесь можно слегка нанести тени, более перламутровых структур, нанести тушь и глянцевый блеск на губы. Вот в подростковом возрасте очень часто у девочек разное высыпание на кожу, кожа становится проблемной, и многие пользуются маскирующими тональными средствами. Ну юным совсем девушкам я не рекомендую пользоваться основами, да, как таково. Если кожа проблемная, многие считают, что с помощью макияжа этот вопрос можно решить, да. Однако это не совсем правильно, потому что проблемную кожу нужно лечить. То есть нужно ее очищать, увлажнять, тонизировать, делать масочки, а еще лучше, если совсем проблема серьезная, обратиться к специалисту, то есть к дерматологу, либо к косметологу. Может, начать с этого, то есть вначале обратиться к косметологу, а потом там делать масочки? Ну, как правило, это все наоборот, то есть сначала перезагружается кожа тональными средствами. Мне приходится наблюдать такую картину очень часто, когда молодая девушка с проблемной кожей наносит себе плотный слой теней, туши, а потом основы всевозможных корректоров, потому что она считает, что так она скрывает все свои проблемки. На самом деле же они просто подчеркиваются еще больше, и это выглядит, ну, скажем, не очень красиво. Мне страшно подумать, что думает мужчина, когда видит такую картину. Ты же самая примерно думает. А легкой пудрой можно ли пользоваться? Да, в принципе, это как бы альтернатива. То есть легкая полупрозрачная пудра, она слегка подсушивает и тем самым поможет в решении этой проблемы. Какие оттенки румяной теней следует выбирать молодым девушкам? Ну, как правило, румяна менее популярны у молодых девушек, чем тени. Однако, если у девушки бледная кожа, то это то, что нужно, потому что натуральный оттенок или светло-розовый оттенок румян освежат быстро кожу. Что касается теней, здесь следует выбирать полупрозрачные оттенки, матовые, либо слегка сатиновых структур, очень светлых натуральных оттенков для того, чтобы слегка подчеркнуть натуральную природную красоту у девушки. Брови также не следует слишком подчеркивать, потому что в юном возрасте все-таки ценится натуральность, как я уже сказала. Их можно просто слегка выщипать в тех местах, где нужно, к примеру, на переносице. Это сразу взгляд освежит и будет уже лучше. Глаза, брови, щеки, а вот что губ там, ну вот губы еще остались на лице? Ну, учитывая тот факт, что женщина за всю свою жизнь, кстати, мужчина тоже съедает очень много килограмм помады, поэтому я все-таки рекомендую пользоваться только полупрозрачным блеском, либо бальзамом для губ, то есть не пытаться в этом возрасте корректировать и без того красивые юные губы. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Мы каждое утро просим наших гостей о каком-то полезном совете, как начать день, чтобы он прошел хорошо и позитивно. Вы что посоветуете? Ну, хотелось бы посоветовать юным ледям не спешить пользоваться косметикой. Ну, а если начали, то делайте это красиво, делайте это профессионально, то есть используя минимальные средства в таком возрасте. Макияж для юной леди – это несложно на самом деле. Сложнее объяснить, что уход за кожей важнее. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли к нам этим утром. Мы желаем вам хорошего настроения. Взаимно. Спасибо. Совсем скоро уже Новый год, Рождество, подарки, открытки, поздравления. Так приятно получать и дарить. А ты никогда не получал открытку от совершенно незнакомого и, ну, очень далеко живущего человека? Нет. А зачем ему или ей, этому незнакомому человеку отправлять мне, далекой незнакомой девушке, открытку? Ну, разве что по ошибке. Например, перепутать Аляску с Приднестровью. А вот и не по ошибке. Одному португальцу так нравилось получать и дарить бумажные открытки, что он даже целое движение организовал, которое распространилось по всему миру. И назвал этот проект «Посткроссинг». Наш следующий сюжет о тех, кто верен бумажной почте и по сей день. У многих людей есть свои увлечения. Кто-то занимается танцами, кто-то рисует, кто-то собирает модели самолетов. А есть люди, которые увлекаются посткроссингом, то есть обменом открытками. Началось все с сайта postcrossing.com, который объединил людей из разных уголков планеты, жаждущих обмена открытками. На начало 2012 года в проекте было зарегистрировано уже более 300 тысяч человек из 203 стран, а количество посланных почтовых карточек превысило 10 миллионов. Это чем-то напоминает социальную сеть со своими правилами и условиями обмена. Основная идея заключается в том, что адреса получателей выбираются случайным образом. При этом в посткроссинге действует система непрямого обмена, то есть отправляя открытки одним пользователям, участник получает их от других. Стандартным языком для переписки является английский, поэтому свой адрес надо указать на этом языке. Чтобы получить открытку, сперва нужно ее отправить. Когда человек, которому вы отослали открытку, получит ее, он регистрирует карточку на сайте. В результате вы получите сообщение, что ваша открытка достигла пункта назначения, и ваш адрес для отправки выпал случайным образом другому пользователю. А вот кому, вы узнаете только тогда, когда увидите открытку в вашем почтовом ящике. Заранее не сообщается ни имя отправителя, ни страна. Это сюрприз! Если отправлять почтовые карточки по мере получения их адресатами, то к вам будут приходить новые открытки постоянно, раз в 3-4 дня. Статистика сайта гласит, что суммарное расстояние, пройденное всеми отправленными открытками, составляет более 50 миллиардов километров, что в 330 с лишним раз превосходит расстояние от Земли до Солнца. Обмениваясь открытками с людьми по всему миру, вы можете завести знакомство в интересующих вас странах и по ходу дела собрать коллекцию замечательных открыток. Это интересное и познавательное хобби поможет вам выучить английский язык, без которого сейчас никуда. К тому же это может послужить хорошим поводом собраться с друзьями и, разложив открытки, вспомнить историю каждой. Больше всего в газетах и интернете мне всегда нравилась рубрика «Интересные факты». Вот вроде бесполезная совершенно информация, а стресс как интересно. Например? Ну вот, например, сегодня с утра прочел, что 99% животных, обитавших на этой планете, уже вымерли давно. Или что если все сосуды человеческого организма вытянуть в одну линию, то можно два раза экватор обогнуть. Или что 97% людей, когда им даешь новую ручку, первым делом пишут свое имя или подпись. А вот мне всегда было интересно, кто же эту информацию собирает. Кто тоже поставил опыт с этой ручкой? Не знаю кто, но рубрика «Интересные факты» в нашей программе. Субтитры создавал DimaTorzok В африканском щите находится единственное озеро страны – Басунтви. Это озеро было образовано падением метеорита полтора миллиона лет назад, который оставил после себя кратер диаметром 10,5 километров. Кратер постепенно заполнился водой и превратился в озеро, окруженное пышной тропической растительностью. Для проживающего здесь африканского племени Ашанти, это озеро является священным. Согласно их поверьям, именно здесь души умерших встречаются с богом Туи. Приблизительно 140 миллионов лет назад астероид или комета диаметром 22 километра на скорости 40 километров в секунду поцеловал нашу планету практически в центр материка Австралии. Взрыв был эквивалентен взрыву 22 тысячи мегатонн тротила. От взрыва чудовищной силы образовалась воронка диаметром 24 километра и глубиной 5 километров. А это один из самых грандиозных алмазных карьеров в мире, который находится в алмазной столице России, якутском городе Мирный. Четверть всех алмазов в мире родом именно оттуда. Полвека назад здесь впервые в нашей стране началась промышленная добыча алмазов, причем камушки в этих местах, как на подбор. 80% весят по 5 карат. Кстати, в мире был добыт самый крупный в России алмаз весом 342,5 карата, получивший название 26-й съезд КПСС. Вам интересно, чем еще может удивить наша планета? Тогда следите вместе с нами за уникальными фактами. Сегодня 14 ноября. Среда – символ дня Скорпион. Скорпион – знак огромных возможностей. Но для того, чтобы конструктивно использовать его мощный потенциал, нужны сильная воля и чистота помыслов. Скорпион испытывает на прочность наши принципы и нашу веру. Подсознание становится очень активным и возрастает интуиция, способность понимать необъяснимое, скрытое. Это время способствует концентрации собранности, повышается острота ума, критичность. Оно благоприятно для исследователей, психологов, а также работников техорганизаций, чья деятельность скрыта от посторонних глаз. Из домашних дел в это время лучше всего делать ремонт, связанный с разрушением ненужного и устаревшего. Ну а что сулят нам солнце и звезды в постоянной рубрике «Ежедневный гороскоп». Сегодня овны, на удивление, терпеливы и снисходительны к чужим слабостям, и окружающие этим пользуются. Овны охотно помогают тем, кто оказался в сложной ситуации, и не ждут за это благодарности. В середине дня возможны интересные деловые предложения, потребуются решительные действия, чтобы в полной мере использовать открывшиеся возможности. Этот день у тельцов связан с получением важной информации. Многие тельцы становятся детективами и любителями, вольно или невольно раскрывают чужие тайны. Очень сильная интуиция, возможны внезапные озарения. Вы стараетесь говорить то, что думаете, и можете нажить себе врагов. Возможны разногласия со старшими членами семьи. Близнецам сегодня трудно сосредоточиться на мелких текущих делах. Хочется грандиозных побед и свершений. Многие близнецы в этот день совершают поступки иррациональные и необдуманные, но удивительным для окружающих образом, ведущие к успеху. Интересно, что у тех, кто попытается следовать вашему примеру, не получится ничего хорошего. У раков этот день как нельзя лучше подходит для проявления талантов. Именно они привлекают к вам всеобщее внимание. Благодаря им появляются новые поклонники и почитатели. Однако не стоит доверять людям, которые хвалят вас слишком громко и вдохновенно. От таких особ не стоит ждать ничего хорошего. Львам звезды советуют избегать контактов с малознакомыми людьми, потому как высока вероятность конфликтов. А вот общение с близкими будет радовать. Возможно, получение приятных известий, касающихся членов семьи. Многие представители знака примут важные решения, касающиеся личной жизни, и вскоре воплотят их в жизнь. Благоприятный день для учебы. Любая полученная информация пойдет на пользу. Спокойный и благоприятный день сегодня у ДЕВ. Можно заниматься делами и проектами, незначительными с точки зрения окружающих, но важными для вас лично. Появляется шанс завязать знакомство, которое окажется многообещающим во всех отношениях. Старый друг сделает интересное предложение, которое стоит принять. Очень удачный день для покупок. Вы приобретаете вещи, которые долго будут служить вам. У весов сегодня возможны серьезные перемены к лучшему в личной жизни. Вы с полуслова понимаете близкого человека, догадываетесь о его тайных желаниях. Благоприятный день и для новых знакомств, и начала романтических отношений. Прислушайтесь к себе. Ваше подсознание готово дать ответы на многие вопросы, которые интересовали вас в последнее время. День Скорпионов сегодня многообещающий, но непростой. Перед вами стоят трудные задачи, решить которые придется самостоятельно, не ожидая помощи со стороны. Выбрать правильный путь удастся не сразу. Старайтесь спокойно воспринимать неудачи, не падать духом, если допустите ошибку, не принимать близко к сердцу критику и злобные нападки недворожелателей. Скорпионы рискуют стать заложниками собственных амбиций. Очень благоприятный день с профессиональной точки зрения сегодня у стрельцов. У многих представителей знака появляются новые обязанности, обещающие скорое влечение доходов. В сложных ситуациях вы быстро принимаете правильные решения, полученная информация оказывается полезной. Недавние недоброжелатели могут встать на вашу сторону, поняв, что быть вашим союзникам выгодно во всех отношениях. Этот день очень важный для козерогов. Многое будет зависеть от того, какое решение вы примете, кому обратитесь за помощью и поддержкой. Поэтому необходимо разборчивость в контактах. Старайтесь держаться как можно дальше от людей, ненадежных, даже если они обещают, что в этот раз не подведут вас. У водолеев этот день больше связан с мечтами и долгосрочным планированием, чем с какими-то реальными достижениями и победами. Надо сказать, что вы не строите иллюзии, а реально оцениваете свои возможности. Окружающие могут считать, что ваши проекты – пустая фантазия, но вскоре станет ясно, что это совсем не так. День рыб сегодня будет ярким, запоминающимся и удачным, если вы проведете его в компании людей, разделяющих ваши увлечения и взгляды на мир. Общение с единомышленниками расширяет ваши горизонты, наталкивает на новые идеи. Возможно появление новых профессиональных и творческих планов. Многие рыбы принимают важные решения именно сегодня. И это все на сегодня. Впереди новый день, новые впечатления, встречи, события и, конечно, новые интересные передачи на Первом Приднестровском. Мы желаем вам хорошего настроения на весь день и только позитивных новостей. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»